Девять километров ребята прошли от первого столба до бобрового лога. Где-то приходилось долго подниматься в гору, а где-то и вовсе лазить по скалам. Но, как оказалось, это того стоило. На узкой тропинке ребята стараются держаться вместе. Отстающих обязательно ждут, чтобы никто не потерялся. Сопровождают нашу команду опытный экскурсовод. По дороге он рассказывал про историю и особенности красноярских столбов. Но самое главное в любом походе – это безопасность. У ребят появилась возможность забраться на скалы. Делали мальчишки это под строгим присмотром профессионала. Своими глазами наши герои увидели первый, второй, третий столб перья. Но особый восторг произвел именно четвертый столб. Участники проекта «Сердце-километр» поднялись на самую вершину, откуда открывается вид практически на весь заповедник. После чего состоялось настоящее посвящение в столбисты. 10, 11, 12. Посвятился раб Божий Никита по колене четвертого столба. Да будет так всегда. Аминь. Для ребят мастер-класс провели опытные столбисты. На первый взгляд кажется, что забраться на эти скалы невозможно. Камни гладкие, зацепиться за них сложно. А внизу обрыв. Но, как оказалось, нет ничего невозможного. И порой человек способен перечеркнуть законы физики. Вот это ход правый баламут называется. А еще левый есть. Ну вот, видите, как быстренько. Аплодисменты. Увидеть и почувствовать сибирскую природу на столбах можно ежедневно. Но многие ребята здесь впервые в жизни. И как бы это ни показалось странным, участники проекта сегодня мало разговаривали. Зато много смотрели по сторонам, бегали, лазили и, конечно, улыбались. Для них здесь все было в новинку. Идти приходилось очень много. Но, несмотря на усталость, эмоции их захлестнули. А как мы лазили по столбам, ходили, нам все рассказывали, показывали. Очень хорошие, впечатлительные, запоминающие. Прямо андоналин. Так что первый раз на столбах, конечно. Наши уже ездили, но я впервые. То есть, благодарность большая. В моем представлении все было по-другому. Как было? Ну, я не знаю. Я представлял то, что идти, например, столько не надо будет. Думал то, что вот мы придем, там сразу столбы идти. Этот поход завершает летний этап проекта «Сердце километров». Впереди еще ни одна встреча. Организаторы и участники сильно сдружились. И отпускать друг друга каждый раз непросто. Но, как оказалось, чтобы встретиться, нужно просто сильно захотеть. Ребята уже придумывают, куда пойти в следующий раз. Специалисты говорят, что для детей это возможность выйти с привычных рамок и найти новых друзей или даже семью. У нас вот не разовая такая акция получилась, а долгосрочная, которая живет и продолжается по информированию наших граждан о том, что есть дети рядом с нами. И этим детям можно помочь. Причем разными способами. И можно взять семью, и можно стать наставником взрослым для этого ребенка. Как оказалось, после велопробега к проекту захотели присоединиться еще десятки детей из детских домов. Они очень внимательно следят за своими друзьями. И уже сами хотят испытать те эмоции, с которыми каждый раз приезжают участники проекта «Сердце километры». Мы вот сейчас уезжали из детского дома. Конечно, посмотреть на те глаза ребят, которые не участвуют, знаете, сердце сжимается. Весь детский дом, все ребята действительно проживали этот проект. Они следили, то есть по новостям. То есть для них вечернее время включить «Инисей» регион было, это, знаете, это уже, знаете, как святое. Включить и посмотреть, как дела идут у наших ребятишек. Уже началась подготовка к следующему этапу проекта «Сердце километры». К нам хотят присоединиться спортсмены края и просто неравнодушные жители региона. А это уже значит, что ребята привлекли внимание к себе и к проблеме сиротства в крае. Екатерина Погорелова, Денис Тимошенко. Новости. При поддержке компании «Красцветмет».